Сегодня мы бы хотели вам рассказать о здоровье почвы. Ну и прежде всего несколько слов о проекте здоровья почва, который поддерживает и развивает компания Сингента. Для чего мы его инициировали? Мы его инициировали для того, чтобы помочь нашим сельхозтоваропроизводителям снизить риски, связанные с укучением плодородия, деградацией почвы, загрязнением окружающей среды, удобрениями средствами защиты растений. Все риски связаны с водной, почвенной эрозией, ну и конечно риски связанные с глобальным потеплением, глобальным изменением климата. И вот этот проект, его основная задача — дать те инструменты, которые позволят получать устойчивый урожай. А теперь несколько слов о том, что такое здоровая почва. Здоровая почва — это почва, функционирующая как экосистема. И какие же функции присущи здоровой почве? Есть функции, которые обеспечены микробиотой, и есть функции, которые обеспечиваются физико-химическими параметрами почвы. Какие же функции здоровой почвы обеспечивает микробиота? Это деструкция целлюлозы, обеспечение биодоступности питательных элементов, это супрессивность, то есть антагонистические отношения между патогенным грибом и грибом-супрессором. Это деструкция пестицидов, это дыхание, ну и конечно обеспечение стимулянтами, которые так необходимы для получения устойчивого урожая. Сегодня выделяют семь основных параметров здоровой почвы, которые обуславливаются ее физико-химическими свойствами. Буферность — это приобретенное либо естественное свойство почвы, противостоять внесению либо минеральных удобрений, либо химических миллиарантов. И это свойство обусловлено высоким содержанием коллоидов в почве и также высокого содержания двухвалентных катионов в его составе. Гумификация — это не только то, что мы привыкли с вами всегда говорить о высоком содержании гумуса и элементов питания, но очень важный процесс образования и разложения легкодоступного органического вещества, которого должно содержаться не менее полпроцента. Дыхание — это процесс выделения из почвы углекислого газа и обмен этим углекислым газом с атмосферой в течение дня и также в течение года. Рассоление — это снижение содержания вредных солей в почве до минимально безопасного уровня менее 0,25%. Рассоланцевание — это процесс оптимизации содержания катионов в почвенно-поглощающем комплексе. Структурированность — это содержание в почве более 60% агрономически ценных мезоагрегатов с размерами от 0,25 до 10 мм. Снижение переуплотнения — это процесс достижения параметров почвы, когда твердость составляет менее 200 PCI, плотность почвы в границах 1-1,25 г на сантиметр кубический и пористость от 50 до 65%. Одним из приемов управления здоровьем почвы является всеоборот коммерческих и внедрение седеральных промежуточных культур. Грабно чердуя коммерческие культуры, мы обеспечиваем корнеоборот, насыщенный растительными остатками, предшественниками лоббильного органического вещества. Использование седератов — это реальный прием улучшения почвы. Полезные свойства покровных культур — травосмиссии. Увеличение содержания азота и органического вещества в почву. Повышение биодоступности фосфора, уменьшение эрозии, подавление развития ссорной растительности, возбудителей болезней и нематод. Сохранение питательных веществ в почве, уменьшение риска почвенных засобов. Увеличение сохранения влаги в почве, снегозадержания, привлечение полезных насекомых. В зависимости от задачи можно составлять различные травосмиссии. Для улучшения санитарной ситуации овес плюско-стоцветный. Для разуплотнения почвы и повышения биодоступности питательных элементов гречиха, бобовой, крестоцветной и однолетней влаговой. Одним из важнейших факторов поддержания здоровья почв является сохранение значимой доли агрономически ценных агрегатов. Их количество должно быть на уровне 60-65%. Практиками принято считать, что основной фактор ухудшения структуры почвы — это движение агрегатов. Однако, по мнению почвоведов, движение агрегатов влияет лишь на 15-20%. Основными же факторами являются потери кальция, потеря лобильного органического вещества, нарушение электрохимического баланса. Ухудшение структуры почвы приводит к снижению влагоудерживающей способности, увеличению теплопроводности, миграции и листой фракции в нижние слои и образованию культиваторной и пложной подошвы. Мы с вами поговорили о понятии здоровой почвы, рассказали вам о функциях присущей здоровой почве, показали методы, с помощью которых можно определять статус здоровой почвы и показали приемы, с помощью которых можно управлять этим здоровьем. И все это мы сделали для того, чтобы сохранить нашу планету последующим поколениям и обеспечить устойчивое производство сельскохозяйственной продукции.